Приз Павличкова стал одной из последних республиканских регат для юношей и девушек перед международными турами. И уже сейчас можно сказать, что те спортсмены, что претендуют на участие в чемпионате мира и Европы, набрали свою оптимальную форму. Ну или вплотную приближаются к ней. На ваших экранах кадры одной из тренировок начала сезона группы канаистов с дюшором «Жемчужной Полесье». Традиционно здесь силен этот вид гребля, и на призе Павличкова 50-л почета не обошелся без «Жемчужных Канаистов», которые завоевали медали всех достоинств. На переносной республике мы с ясным напарником Алексеем Крешневым на 1000 в двойке по ходу дистанции положили 100, не доехали, не попали в призы. На 500-ке в двойке мы подсобрались, размялись хорошо и заняли первое место. И в одиночке Алексей Крешнев на 200 метров был второй, а я в одиночке был третий, за ним сразу. К сожалению, для Жени и Алексея 500-метровой дистанции не будет в программе юниорского чемпионата мира. Поэтому ребята на отборочном переносной республике сосредоточатся на тех видах гребли, что будут представлены на планетарном форуме гребля, который пройдет в Португалии, и где будут участвовать спортсмены не старше 1997 года рождения. На отборочных республиканских соревнованиях я делаю акцент на каноэ двойку 1000 метров и каноэ четверку 500 метров. Но также я буду выступать и в каноэ одиночке на 200 метров. Мой напарник больше делает акцент на каноэ четверку 500 метров и каноэ двойку 200 метров. Но также они будут выступать в программе каноэ двойки 1000 метров. Из представителей с дюшор жемчужного полеса отличился еще Дмитрий Ливанчук, призер по итогам гонок байдарки двойки. Ну и стоит отметить других мазырян, поднимавшихся на пятистал почета. Это двукратный победитель Станислав Дайнека и призеры. Илья Федоренко, Юрий Ткачев, Ирина Хильщенко и Елена Ноздрева. Субтитры создавал DimaTorzok